МГТУ имени Баумана. Факультет специальное машиностроение, кафедра космические аппараты и ракеты-носители. В числе ее организаторов был сам главный конструктор Сергей Павлович Королев. Школу СМ-1, так кафедру называют специалисты, прошли прославленные космонавты Алексей Елисеев, Олег Макаров, Геннадий Стрекалов. Вероника Павлюченко стала студенткой легендарной Бауманки после успешного выступления на Всероссийской Олимпиаде школьников «Шаг в будущее». С детства, мечтая о космонавтике, она пошла по стопам отца, выпускника МГТУ. Сейчас Вероника Пятикурсница занимается на знаменитой кафедре СМ-1 под руководством доктора технических наук профессора Виктора Мининко. В свое время Виктор Елисеевич работал над созданием спускаемого аппарата космического корабля «Союз». Наш аппарат проектируется для того, чтобы доставлять биологические грузы с МКС. Существует проблема доставки подобных грузов из-за того, что «Союз» и спускаемые аппараты, в принципе, пилотируемые, спускаются всего раз в полгода. Мы же хотим увеличить транспортный поток между низкоколоземной орбитой и Землей. На данный момент у нас около 20 человек в команде. У каждого сейчас есть своя собственная задача. У нас есть команда баллистиков, которые рассчитывают нам траектории, рассчитывают нам спуск и рассчитывают нам авторотацию и спуск на авторотации. Есть команда тепловиков. Они рассчитывают нам тепловые режимы, подбирают нужную нам тепловую защиту для аппарата. Есть ребята, которые занимаются общим проектированием. Их больше всего. Мы как раз-таки вместе прорабатываем именно концепцию, конструкцию, будем вести прочностные расчеты и так далее. И есть группа поддержки, которая будет проектировать для нас квадрокоптеры для бросковых испытаний. В МГТУ уже более 30 лет действует молодежный космический центр – МКЦ. Наши основные задачи, рассказывает руководитель МКЦ Виктория Майорова, это отбор одаренных школьников, будущих студентов ракетно-космических специальностей, а также организация научно-технического творчества молодых и амбициозных. Для этого у нас есть Олимпиада «Шаг в будущее» по направлению космонавтика, которую центр ведет также уже много лет. И по этой программе много ребят поступило, более трех тысяч человек стали победителями, призерами и стали студентами нашими. Мы привлекаем тем, что даем возможность студентам, будучи еще на школьной, на студенческой скамье, уже сделать свои первые научные проекты. В сентябре минувшего года студенческие спутники «Ярила-1» и «Ярила-2» запущены как попутная полезная нагрузка на ракете-носителей «Союз-2.1б» вместе с аппаратами «Гонец-М». В наступившем году ожидается запуск МКС космического аппарата «Парус-МГТУ». Цель запуска – реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. Такая технология в будущем позволит совершать межорбитальные, даже межпланетные перелеты практически без затрат топлива. В команду разработчиков «Паруса» входила и Вероника Павлюченко, а научным руководителем была Виктория Майорова.